Привет, зритель! Ты на канале RedHaina. Меня зовут Алла, и это бонус на видео главе 4.2 игры Resident Evil 5. В этом видео я рассмотрю фигурки ключевых персонажей из предыдущего видео, которые ты можешь посмотреть по подсказке или перейдя в описание. В этом видео тебя ждут Буэкиччва и Озвелл Спенсер. Приятного просмотра! Фигурка номер 35. Буэкиччва. В переводе с Суахили – голова паука. Больше о голове паука и сказать-то нечего. В игре об этом существе ничего не говорится. Вот что пишут в аркаве о ней. О, голая паука, конечно же. Альтернативная форма плаги, которая выбрасывается из тела Маджини для самостоятельного путешествия. Подобные случаи, когда плаги живут за пределами тела хозяина, также были зарегистрированы в Европе. Этот вид принимает форму существа-паука с пульсирующим брюшком, напоминающим человеческий орган. Видимо, сердце. Они приближаются к своей добыче, а затем прыгают, цепляясь всеми ногами, чтобы поймать свою цель. Они всегда передвигаются стаями, и многие из них зарываются под землю, что делает их чрезвычайно сложными B.O.W. Их название происходит от комбинации слов на языке Суахили. Буи-буи, что означает паук, и кичва, что означает голова. Арахнофобия Криса вышла на новый уровень. Фигурка номер 8. Озвелл Спенсер. Полное имя Озвелл Эрл Спенсер. Родился Озвелл в начале 1923 года в престижной чете Спенсеров, принадлежащей к европейской элите. Детство и отрочество Спенсер провел в живописных замках и получил лучшее образование, которое было только доступно в то время. Малыш Спенсер увлекался охотой и коллекционированием. В 1950 году Спенсер знакомится с Эдвардом Эшфордом и Джеймсом Маркусом. Вместе они вступают в евгеническое движение середины 20 века и находят энциклопедию Африки. Редкая поздневикторианская энциклопедия, в которой рассказывалось о 34-летнем путешествии по Африке британского исследователя Генри Тревиса. В первую очередь молодых ученых привлекает та часть энциклопедии, где Генри подробно описывает ритуалы и обычаи депийцев. И, в частности, цветок Сонентреппе. Изначально Оззи относится скептически ко всему, что написано в энциклопедии относительно этого цветка и его свойств, в том числе и из-за общественного мнения относительно правдивости слов Генри. Однако Джеймс предполагает, что вирус продуцируется естественным путем в самих цветках, что с точки зрения биологии вообще-то невозможно. Но у Кэпком своя физика и своя биология. Этот вирус теоретически мог бы иметь большие перспективы в Евгенике. Чтобы опровергнуть или подтвердить значение цветка, все трое решают отправиться в экспедицию в Западную Африку, чтобы найти таинственный цветок. В итоге в экспедицию отправляется только Джеймс Маркус со своим помощником Брэндоном Бейли, в то время как Озвелл и Эдвард остаются в своих теплых, уютных, чистых замках спонсировать экспедицию. В феврале 1967 года Маркус возвращается с доказательствами существования вируса и даже находит место, где цветут загадочные цветы. Это руины королевства Ндипия. Самая вершина пирамиды Солнца. Солнечный сад. Поняв значимость вируса предок, Спенсер быстро находит ему применение в проекте Wesker's Children. В конце 1960-х Спенсер знакомится с еще одним ученым, неким неизвестным доктором Вескером. Эти двое быстро находят общий язык и решают создать суперрасу людей, отвечающих их нацистским взглядом. Амбрелла начала похищать детей с превосходными генами, по мнению Спенсера и Вескера, и интеллектом со всего мира, и воспитывать их с учетом взглядов самого Оззи, помимо всего предоставив им доступ к лучшему образованию на тот момент. По плану Спенсера и Вескера, при достижении совершеннолетия детьми, Амбрелле нужно будет отсеять неугодных, выбрав самых лучших, и заразить их вирусом предок. Проект был назван в честь главы проекта доктора Вескера, а всем похищенным детям дана эта фамилия. В 1962 году Оззи заключает контракт с известным нью-йоркским архитектором Джорджем Тревором на строительство особняка в окрестностях Раккун-Сити, а именно в Арклейских горах. Хитрый Озвелл под особняком разворачивает секретную лабораторию для своих незаконных экспериментов. И в 1967 году, по завершению работ над особняком, Спенсер устраняет Джорджа, его жену и 14-летнюю дочь-подростка Лизу. Спенсер делает это из страха, что Тревор расскажет о секретах Спенсера. Извращенный ум Спенсера решает не просто умерщвить щиту Треворов, но захватить их и превратить в подопытных свинок в его экспериментах с вирусом предок. После утечки вируса из его лаборатории и вспышки вируса в Раккун-Сити в 1998 году, Спенсеру приходится залечь на дно. Ведомый своей паранойей, Спенсер приказывает, неизвестно кому, зачистить всю бывшую верхушку Амбрелла, чтобы никто и никогда не узнал о вирусе предок. И уже в 2003 году Спенсер становится банкротом, а все разработки Амбрелла утекают на черный рынок. Спенсер начинает замыкаться в себе все больше и больше, а его здоровье, как физическое, так и ментальное, начинает стремительно ухудшаться. Страшась смерти, Озвелл начинает активно финансировать проект Алекс Вескер и просит ее найти для него эликсир вечной молодости. Но Алекс никогда не любила Спенсера и втайне его презирала. И в итоге она оставляет его ни с чем, убегая со всеми наработками на остров в Балтийском море. Спенсеру ничего не остается, кроме как попытаться вывести эликсир вечной молодости самостоятельно вместе со своим верным слугой Патриком. Это не приносит желаемых результатов и Озвелл Эрл Спенсер просит своего слугу Патрика, который также уже не молод, найти способ связаться с Альбертом Вескером. Патрик выполняет приказ своего господина. Патрик узнает о человеке, который может за определенную сумму найти кого угодно. Следуя зову улицы, что бы это ни значило, Патрик находит Рикардо Ирвина. И следуя все тому же зову улицы, выясняет, что мистер Ирвин состоит в отношениях с Эйдайвонг, которая, в свою очередь, близко знакома с искомым Альбертом Вескером. «Бинго!» — говорит Патрик и отдает мистеру Ирвину все свои деньги. И в августе 2006 года Альберт Вескерд навещает старика, чтобы убить его. А вот что о нем, о Спенсере, пишут в Аркайве. Амбиции Спенсера, последнего выжившего основателя Амбрелла, всегда были неторопливыми. На протяжении многих лет он организовал смерть своих сооснователей — Джеймса Маркуса, прекрасная королева Маркус и Эдварда Эшворта. Спенсер обладает сильным чувством элитарности, полагая, что слабые существуют для того, чтобы ими руководились сильные. Когда он обнаружил вирус предок, он понял, что может воплотить свой идеал человека в жизнь. Даже когда он основал корпорацию Амбрелла и поспособствовал разработке Ти-вайруса, он держал свои истинные намерения в секрете для всех, кроме нескольких избранных. Когда, наконец, благодаря Крису и другим Амбрелла пала, Спенсер ушел из поля зрения общественности. Прошло время, и Спенсер превратился лишь в оболочку человека, низвергнутый к жизни на колесах. Он прятался от ледяной руки смерти в уединенном поместье, продлевая свою жизнь трубками и проводами, терзаемый демонами своего прошлого. Самым большим страхом Спенсера было то, что он мог умереть, не увидев воплощения своего идеала. И возложил свою последнюю оставшуюся надежду на выживших вескеров, детей, созданных для воплощения высшей цели вируса предок, которых он назвал своим шедевром. В конце концов, Биесей вторглась в отдаленное европейское поместье Спенсера, в надежде арестовать его. Но к тому времени, когда Крис и Джилл подобрались к нему, он был уже мертв. Погиб от рук Альберта Вескера. Нацизм до добра не доводит. Верно, Оззи? Ставь лайк и пиши комментарий, если тоже любишь... Ой, не та картинка! Блин, как это сюда попало? Спасибо за просмотр и веселого прохождения! Субтитры создавал DimaTorzok